МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Это программа «Давайте пробовать». Режим ограничений продлили как минимум до августа, но все равно хочется развлечений, все равно хочется каких-то игр на свежем воздухе. Поэтому мы сегодня вам решили рассказать о таком новом явлении, как автомобильный пинбол. В отличие от простого пинбола, все проходит на колеса. Как видите, уже заряжены два монстра отечественного автопрома. И сейчас уже давайте пробовать! Поехали! Играют в автопинбол командами. Двое в одной машине, двое в другой. Первое авто стартует на 5 секунд раньше другого. Цель игры – попасть в мишень, расположенный на стекле соперника. У каждой команды по пинбольному ружью на 50 выстрелов. И стоит отметить, что самой козырной ролью здесь является не стрелок, а водитель. Когда приезжают девчонки, чтобы отрываться на машинах? Да. То есть родители им не дают покататься сюда, на день они приехали? Да, они вот буквально получили права, наверное, месяц или два назад. И приехали отмечать день рождения, по-моему. Вот поначалу их было очень тяжело посадить за машиной. Прям очень-очень, они очень сопротивлялись изо всех сил. Но попробовав раз, уже на четвертый круг мы уже даже сами стали переживать, как они вошли в азарт. На два колеса вставали? К счастью, нет. Ну что ж, пришло время лично испытать все прелести этой игры. Нам обязательно понадобится шлем, это безопасность. Она прежде всего. Держи. И нам обязательно понадобится ружье. О, я буду стрелком. Пойдем примиряться. Не обратно, это советский автопром. Тянись на мне. Трасса имеет длину 1 километр и 12 поворотов. Есть участки, где можно разогнаться и для тактической езды. На старт. Внимание! Марш! Вот, смотрите, красная зона, и мы начинаем. Так, ну рядом, смотри, да? Дмитрий! Мне кажется, хорошо. Мне кажется, отлично. Нет, я напал! Десяточка! После попадания в цель эмоции переполняют. Это не как в голливудских боевиках. Один выстрел и сразу попадание. Здесь этому мешает практически все. Кочки, перепады скорости, ветер, отстреливающийся соперник. В общем, очень нужно постараться. Стоимость часа игры около 6 тысяч рублей. Мау, друзья, это была фантастическая гонка. Наверное, лучший аттракцион в моей жизни. Это была программа «Давайте пробовать». Всем пока-пока. Поехали дальше еще раз. Аааа! Продолжение следует...